здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о таком спорном методе увеличения урожая клубни картофеля как обрывание цветков дело в том что данный метод некоторые называют просто чуть ли не панацеей такое от низкого урожая клубни что обрывание цветков является таким важным фактором увеличения урожая клубни на самом деле вопрос этот чрезвычайно спорный и дискуссионный действительно проводились исследования касающиеся того как цветки обрывание цветков влияет на урожай клубни ну такой обыкновенной точки зрения безусловно кажется ведь цветки а затем могут сформироваться плоды вот эти зеленые ягодки они могут забирать питательные вещества от растения и соответственно эти питательные вещества не будут поступать на формирование урожая клубни именно поэтому советуют убирать вот эти цветочки оказалось все не так просто во-первых оказалось что далеко не все сорта картофеля положительно реагируют на этот прием некоторые сорта картофеля если не большинство при обрывании цветков действительно увеличивают урожай клубни но этот урожай формируется не за счет увеличения размера клубни а за счет их уменьшения но увеличение в количестве то есть обрывая цветки у картофеля у многих сортов вы можете получить такой результат что получите много мелкого картофеля это хорошо для семеноводства если вы выращиваете картофель для получения семян которые будете в дальнейшем высаживать но для получения товарного картофеля это является безусловно недостатком второе что было обнаружено что у многих сортов обрывание цветков имеет значение только в определенных условиях например в условиях засухи действительно если имеется засуха недостаток влаги то обрывание цветков может дать положительный результат и может соответственно привести к тому что клубни будут крупнее однако же при нормальных условиях при условиях нормального увлажнения и растения с оборванными цветками и растения с не травмированные растения давали совершенно одинаковый статистически не различающийся урожай какие минусы у этого способа в первую очередь это травмирование растений любое травмирование растений это открытые ворота для инфекции кроме того травмирование растений картофеля чрезвычайно привлекает колорадского жука, ведь он же ползет на запах картофеля, он чует картофель по запаху, приближается к нему по запаху, повреждая растение, вы, так сказать, как будто бы распылили для него запах жареного картофеля в округе, и вот он уже точно знает, где этот картофель находится и куда надо ползти. Если же вы все-таки не любите, не хотите, чтобы у вас картофель цвел, и знаете, что вот те сорта картофеля, которые вы у себя выращиваете, хорошо и положительно реагируют на удаление цветков, или в принципе хотите увеличить урожай клубни, используйте один хороший известный метод, между прочим, российские ученые показали, что урожай клубни картофеля увеличивается в том случае, если обработать или повысить в них концентрацию индолилуксусной кислоты или подобных гормональных веществ. Такие гормоны растений продаются в виде препаратов, которые называются там укоренитель, корневин или каким-то еще образом. Читая этикетку, вы можете увидеть там, соответственно, название иук, гетероуксин, нукт или еще какие-то названия. И предназначены они в первую очередь для увеличения количества корней у черенков. Вот если эти препараты разводить по инструкции и примерно за две недели до начала цветения картофеля обрабатывать посадки, в этом случае количество цветков уменьшится многократно, а размер клубней может увеличиться. Таким образом вы можете совместить эти обработки также с профилактикой от болезней, вредителей и таким вот образом повысить урожай ваших клубней, не нанося травмирование растениям и не рискуя получить большой, больший урожай, но мелких клубней. Надеюсь, вы всегда будете с хорошим урожаем вкусного картофеля. Спасибо за внимание. Всего хорошего.